Вчера и сегодня наше подразделение Табатор усиленно работает, освобождая остатки одного из заселенных пунктов, где еще сидят украинские боевики. Нет сомнений, что через день-другой мы, наша пехота, при поддержке нас, артиллерии, нашей пушки, окончательно займет эту позицию и мы выйдем уже на стратегически важную трассу, которая позволит нам существенно продвинуться вперед. Я рад, что вчера нам удалось не только уничтожить все цели противника, а что такое цель противника? Это непосредственно дот, укрепление, в котором скрываются боевики с пулеметами, с минометами, с пушками, предположим, где-то. И вот эти укрепления мы все уничтожили. Уничтожили и не дали возможность новым силам противника заменить тех, кого мы уничтожили. Мы уничтожили как силы противника основные, так и вспомогательные, те, кто пришел на помощь. Это хорошо. Это радостно. Почему? Потому что мы знаем, что наши парни, наши пехотинцы, которые заходили на эти позиции, уже могли это делать относительно спокойно. И я искренне считаю, что в ближайшее время мы готовы к серьезному дальнейшему продвижению вперед. Потому что весна впереди, а весна – это для русского человека всегда время, время хорошего восстановления сил и время, когда мы можем идти сокрушать зубы врага. Добрый вечер. В эфире программа «Правда-24». Мои ведущие Евгений Додолев и я, Лейла Истрыжемская. И сегодня у нас в гостях я бы сказала один из самых экстравагантных политиков нашего времени – Виталий Милонов. Здравствуйте, Виталий. Здравствуйте. Экстравагантный – это такой аванс очень ответственный. Экстравагантный ты можешь быть как в хорошую сторону, так и в сумасшедшую. А вы сами себя в какую сторону считаете? Я живой. Народный и живой, да. Есть люди типа «Жив» и люди типа «Помер». Вы своего питерского поэта пытаетесь нам как-то здесь… 2-12-8-5-0-6? Нет, конечно. Процитируйте. Я считаю, что это то, чего иногда не хватает в нашей политике. Это живой политике людей, не живущих в каких-то информационных пузырях. Людей, не живущих в какой-то стерилизованной атмосфере. Когда люди могут сочетать то, что происходит на самом деле среди людей, там, на улицах, в ларьке, в магазине, там, в кафе «Шаверма» и то, что происходит в верхних эшелонах власти, в парламенте.